Брак рушится. Книга пророка Осии, 2 глава, со 2 по 13 стих. «Судитесь с вашей матерью, судитесь, ибо она не жена моя, и я не муж ее. Пусть она удалит блуд от лица своего и прелюбодеяние от грудей своих, дабы я не разоблачил ее до нога и не выставил ее, как в день рождения ее, не сделал ее пустыню, не обратил ее в землю сухую и не умолил ее жаждаю, и детей ее не помилую, потому что они дети блуда. Ибо блудодействовала мать их и осрамила себя, зачавшая их, ибо говорила, пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду, шерсть и лен, елей и напитки, «Зато вот я загоражу путь ее тернами и обнесу ее оградою, и она не найдет стезей своих, и погонится за любовниками своими, но не догонит их, и будет искать их, но не найдет, и скажет, пойду я и возвращусь к первому мужу моему, ибо тогда лучше было мне, нежели теперь». И не знала она, что я, я давал ей хлеб и вино и елей, и умножил у нее серебро и золото, из которого сделали из тукана ваала. Зато я возьму назад хлеб мой в его время и вино мое в его пору, и отниму шерсть и лен мой, чем покрывает снагота ее, и ныне открою срамоту ее пред глазами любовников ее, и никто не исторгнет ее из руки моей. И прекращу у нее всякое веселье, праздники ее, и новомесячие ее, и субботы ее, и все торжества ее, и опустошу виноградные лозы ее, и смоковницы ее, о которых она говорит, «Это у меня подарки, которые подарили мне любовники мои, и я превращу их в лес, и полевые звери поедят их, и накажу ее за дни служения ваалам, когда она кадила им и, украсив себя серьгами и ожерельями, ходила за любовниками своими, а меня забывала, говорит Господь». «Размышления, часть первая. Наказание неминуемо». Книга пророка Осии, 2 глава, со 2 по 8 стих. Перед нами разворачивается важнейшее событие в истории Израиля. Их завет с Богом умирает. Бог строго предупреждает Израиль, чтобы она исправила свои пути, «Иначе Бог лишит ее всех его благ и благословений, подобно тому, как муж оставляет неверную жену». Стих 3, 4. «Израиль оправдывает свою неверность Богу ради материальных благ, как будто бы это не Бог обеспечивал их всем». Стих 5. На первый взгляд, решение Бога может показаться слишком жестоким, но нужно помнить, что Израиль был для него как жена. «Бог справедливо любит Израиль», а Писание говорит, что «Бог наказывает тех, кого любит». Притча 3, 12, послание к евреям 12, 6. «Если Бог наказывает нас, то это всегда с целью восстановить наши отношения с Ним. Если бы Богу был безразличен Израиль, он бы не стал останавливать его». Стих 6. «Бог дал своему народу множество даров, и они приносили их в жертву другим богам». Стих 8. Какие дары и таланты вы отказываетесь воздать Богу через поклонение и служение Ему? Размышления, часть 2. Последствия беспечности. Книга пророка Оттии, 2 глава, с 9 по 13 стих. «Наш Бог милостивый, и Он не позволит своему народу уйти от Него. По Своей милости Он любыми способами желает вернуть свой заблудший народ к себе. Он заграждает Израиль со всех сторон, допускает ее разрушения, лишает ее всего, чтобы она не искала удовлетворения или обеспечения у кого-то на стороне. Подобно блудному сыну, Израиль является собой образ бунта, который удерживает нас от Бога. Иисус заплатил дорогую цену, чтобы вернуть нас к Богу. Но наша греховная плоть все еще стремится к независимости от Творца. Бог не пожалеет убрать от нас все, что удаляет нас от Него. Мы во всем зависим от Бога. Само наше существование зависит от Него. Поблагодарите Бога сегодня. Запишите хотя бы 10 благословений, которые Он дал вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok